История в современность. В Бобруйске пройдет акцию «Вместе за Беларусь». Одним из главных мероприятий этого дня будет установка QR-кода. Что еще в программе? Страшное преступление, а в Могилевской области задержан очередной педофил. Немедленно сообщите об этом в милицию. Сколько грозит подозреваемому? Пушистое нововведение. В стране планируют чипировать всех домашних животных. Можно будет отследить. Какие еще плюсы у процедуры? А также рост экспорта, развитие туризма и транспортное ноу-хау. Со следующего года белорусским владельцам авто будут выдавать электронное разрешение на участие в дорожном движении. Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Мария Бересневич. Александр Лукашенко заслушал доклад о завершении строительства БелАЭС. Совещание по этому вопросу прошло во Дворце независимости. Работы уже вышли на финишную прямую. На прошлой неделе МЧС выдала лицензию на эксплуатацию второго энергоблока. Станция уже сгенерировала более 20 миллиардов киловатт-часов. Это заместило 5,5 миллиардов кубометров газа. Его Беларусь ранее закупала. Президент заявил, вопрос безопасности БелАЭС – приоритет номер один. По словам главы государства, малейшее снисхождение при строительстве непозволительное. Производство в связи с водом БелАЭС увеличивается, электроэнергия. У нас и так электроэнергии, в общем-то, хватало и для тебя, для промышленности, для сельского хозяйства, для людей в определенной степени. Сейчас появляются некоторые, я не скажу, избыточные резервы появляются. Электропотребление, электричество будет расти. Мы сделали определенную ставку поддержать наших людей. И это чудо вообще, вот мы посмотрели отопление поселка, который вице-премьер Севак строит. Я скажу, это чудо. Чисто, аккуратно. Даже не сравнить с газовыми котлами и обогревом. Я уже не говорю, там, угля и так далее. Для нас климат меняется, для нас это очень важно. Поэтому небольшая температура, небольшой подогрев в доме. Электричество – это выгодно, это чисто, это безопасно и прочее, прочее, прочее. Поэтому сделали ставку правильно на то, чтобы людям предложить электричество. И люди говорят, дешевле, чем газовое отопление. Ну, тут несопосновимые вещи. Одним из главных вопросов обсуждения стало высокое потребление электричества в быту и промышленности. Спрос растет с каждым днем. Для решения этой проблемы в Беларуси вовсю идет прокладывание новых и модернизация уже существующих электросетей. Покусился на неприкосновенное. В Магировской области задержан педофил. 69-летний подозреваемый проживал в одной квартире с потерпевшей ее матерью. Девочка приходилась ему родственницей. На протяжении месяца мужчина множество раз наедине домогался несовершеннолетнюю. Спустя время жертва рассказала о случившемся маме. Та сразу же обратилась в милицию. Уважаемые родители, обращайте внимание на поведение и психологическое состояние своих детей. При подозрении на совершение преступления в отношении ребенка немедленно сообщите об этом в милицию. Подозреваемый задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. За 9 месяцев милиция выявила 767 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В 98% злоумышленники установлены. Новое достижение, электронный формат и медвежий всплеск. В Беларуси растет популяция бурых косолапых. Откуда ажиотаж? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. За прошедшие 9 месяцев экспорт белорусской сельхозпродукции установился на отметке около 5 миллиардов долларов. Это на 108% больше, чем за аналогичный период 2022-го. В развитие республиканской агропромышленности и ее материально-технической базы вкладывается значительный капитал. Высокий уровень этого сектора позволяет обеспечивать такие цифры. С 2024-го белорусским владельцам автомобилей будут выдаваться электронные разрешения на участие в дорожном движении. Такое решение принято в связи с переходом на диджитал-формат. Сейчас ведется доработка программного обеспечения. Тестовый запуск запланирован на начало января. Бумажные носители будут ходить наравне с цифровыми. Продолжается реализация совместного туристического проекта с Россией «Белорусский вояж». 4 ноября в рамках инициативы «100 туристов прибудут в республику». В программе различные экскурсии, знакомства с культурой и традициями, дегустация национальных блюд. Первая поездка, напомню, стартовала в августе 2022-го. Наши спортсмены привезли домой 20 медалей соревнований по кикбоксингу, 3 золотых, 11 серебряных и 6 бронзовых наград. Республику представляли 34 атлета. В открытом чемпионате и первенстве стран Шанхайской организации сотрудничества приняло участие более 700 человек из 16 стран. Беларусь заняла второе место. В республике растет популяция бурых медведей. Сейчас их насчитывается около 700 особей. Еще в 2003-м их количество не превышало и 150. Животное, напомним, занесено в Красную книгу. Основные причины роста – охрана и приток косолапых из России. При наличии веских оснований в следующем году НАН может направить в Минприроды предложение об исключении из исчезающего вида. 2 ноября в Вобруйске пройдет комплекс мероприятий в рамках республиканской профсоюзной акции «Мы вместе за Беларусь». Главное событие дня – установка табличи с QR-кодом возле памятника воинам Первого Белорусского фронта. Также пройдет церемония возложения цветов от представителей городской администрации и пресс-подходы. А в 3 часа дня участников ожидает концертная программа во Дворце искусств. Завершающим событием этого дня станет праздничный концерт с участием звезд белорусской эстрады. Мы будем наслаждаться выступлением групп «Аура», «Бай-сити», певицы Виктории Олешко. Но у хау памятного места около санатория имени Ленина не единственное в городе. Такие знаки уже есть у многих исторических мемориалов. Опция «Сканер» в телефоне позволяет с помощью QR-кодов узнать подробности. Хорошо, когда друг рядом. В стране проходит согласование закона проекта об ответственном обращении с животными. Главная мысль – осознанность. Красной строкой в документе – обязательное чипирование. Для питомцев процедура абсолютно безболезненна, а для людей – бесценна. Елизавета Липеева прониклась темой. Сначала они любимцы всей семьи, а потом скитаются по улицам в поисках пропитания. Проблема бездонных животных актуальна не первый год. Причина одна – безответственность в приюты города ежемесячно поступает под сотню собак. Многие в этот момент на волоске от жизни кого-то спасти не всегда возможно. Есть жуткие истории, и, к сожалению, их тоже немало. Хозяин собаку измотал лейкопластырем и выбросил просто её умирать живую. Собака была измотана вся. Как она распутала лапы себе, нам неизвестно. Но факт то, что она пришла к дому. Мы боимся, что хозяин довёл своё дело до конца. В глазах у искалеченных и брошенных животных немой вопрос – за что они заслужили такую участь? Издевательство над братьями нашими меньшими не поддаётся ни объяснениям, ни оправданиям. Душераздирающие истории моральности просто так с рук не сходят. За жестокое обращение с животными в соответствии со статьей 16.29 Кодекса об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 15 базовых величин. Также за данное деяние предусмотрена уголовная ответственность, если наступила гибель либо увещи животного. Наказывается общественными работами или штрафом, или исправительными работами на срок до одного года или арестом. Достучаться до каждого, чтобы урегулировать отношения между человеком и четвероногими, защитить самых преданных друзей, в стране создан законопроект об ответственном обращении с животными. Законопроект принципиально новый. Аналогов его, к сожалению, у нас в практике в нашей не было. Но законопроект, который на сегодняшний момент регламентирует основные взаимоотношения, даёт понятийный аппарат и, скажем, устанавливает ответственность собственников и, наверное, даёт в том числе и права тем, кто занимается работой и занимается, скажем, зоозащитой. Ознакомиться с документом можно на сайте правобай, новшество которой ожидает каждого хозяина животного – чипирование питомца. Под кожу с помощью специального устройства будет вводиться микрочип. Польза безболезненной процедуры очевидна. Более того, электронное устройство позволит установить личность тех, кто жестоко обходится с питомцами. От закона и совести уйти не получится. Очень много маленьких котят на улице, которых просто выбросили. Люди бывают очень жестокие. Жалко иногда, просто жалко. Наиграются, выбрасывают. Здорово, что сейчас будут чипироваться животные, можно будет отследить. Вот был в другой стране, там все животные чипированы. И процент, скажем так, непривитых, бездомных животных, ну, мал. Поэтому это хорошая идея. Мы в ответе за тех, кого приручили. Такая популярная, но не теряющая смысла фраза. Каждый должен осознавать, домашнее животное не равно игрушка. Прежде чем пойти на ответственный шаг, задумайтесь о реальных ценностях жизни. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Своего рода тимбилдинг в Беларуси прошел «Единый день озеленения». В рамках акции сотрудники разных предприятий и учреждений приняли участие в высадке деревьев. Сотни человек сплоченно высаживали липу, клен, дуб, рябину, сосну и еще около 10 пород. За день место под солнцем обрели 65 тысяч растений. Нашему коллективу было предложено поучаствовать в акции «Единый день озеленения». Мы с удовольствием приняли это предложение. Наш город в последнее время очень преобразился, поэтому мы тоже хотим добавить красок в наш чудесный, добрый город. В стране в весенне-летний период 2023 было посажено более 420 тысяч кустарных и древесных и около 19 миллионов цветов. Вдоль трасс нашлось место для почти 9 тысяч саженцев. Сразу после нас Бобруйск Лайв. Есть ли женщина место в политике? Почему устарело понятие «хранительница домашнего очага» и чего не хватает современным бизнесвумен? Все ответы в 20.45 на телеканале Бобруйск 360. Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА